Новости Дагестана продолжают работу телеканала ННТ в студии Захаралиева. Здравствуйте, вот о чем мы вам расскажем. Сергей Меликов резко высказался о положении дел строительной отрасли Дагестана. Они должны жить по законам Российской Федерации. И по нормативам, я имею, юридическим законам, и по законам нравственным. Не хотят жить, пошли вот. Что нам стоит дом построить, подумал застройщик из Каспийска и возвел жилье для беженки из Украины. История Марья Меглинская через минуту. День памяти о Чернобыльской катастрофе. Ровно 37 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая ядерная авария в истории человечества. Чемпионы в нейтральном статусе. Двое дагестанских самбистов завоевали золотые медали на чемпионате Европы. Не хотите жить по закону, пошли вон. Именно в такой эмоциональной форме высказался Сергей Меликов о застройщиках в Дагестане. Глава региона обозначил, что в строительной отрасли сегодня немало проблем. Самые яркие примеры – ситуация с обманутыми дольщиками и переселением людей из аварийного жилья. Сколько у нас таких еще обманутых? Надо разбираться с этими историями. Пирамида. Вот прям пирамида. Собираются у людей деньги в 12-м, 15-м, 17-м году. На эти деньги начали строить. А потом у кого как? У кого земельный участок оказался незаконным? У кого техподсоединений не было? Кто-то просто в чемодан эти деньги положил и свалил. И люди, отдав деньги, зачастую последние. Знаете, как тяжело разговаривать с людьми, которые говорят, мы эту квартиру покупали, когда у меня была жива мама. Мама надеялась пожить в этой квартире. Мы в каком веке живем, если родители не доживают до этих всех историй? И как потом в глаза смотреть тем, которые дают обещания людям? Или как с ними вообще разговаривать? Они должны жить по законам Российской Федерации. И по нормативам, я имею, юридическим законам. И по законам нравственным. Не хотят жить – пошли вон. Пока одни застройщики скрываются от пайщиков, есть и те, кто помогает нуждающимся в крыше над головой. В одном из наших прошлогодних выпусков мы рассказывали историю беженки Марьям Меглинской. Вынужденная переселенка из Украины жила во Времянке и строила дом с собственными руками. Благо нашлись люди, которые решили ей в этом деле помочь. Подробности в сюжете Патимат Ханаповой. Компактный, уютный, а самое главное – свой. О таком доме и мечтала Марья Меглинская. Женщина полгода назад выкупила на окраине Каспийска участок и начала строить жилье своими руками. Телеканал ННТ первыми рассказали о беженке из Украины, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. Тогда история Марьям тронула сердца многих. Власти также не остались в стороне. Один из депутатов Народного собрания взял на себя инициативу по возведению дома. Я в своей голове где-то приблизительно думала, что у меня уйдет лет семь. Семь страшных лет в моей голове было экономии, труда тяжелого. Этот прекрасный человек дал возможность мне и моему ребенку жить, жить счастливо в своем доме. Марьям говорит, меценат учел все ее пожелания. Панорамные окна, утепленные стены и внешний фасад. Именно таким она и представляла свой дом. И вот всего за полгода возведено жилье со всеми необходимыми удобствами. Работа шла как положено. По всем соблюдениям всех норм, стандартов и всех по закону как положено все сделать. Марьям Юрьевна сказала, что и документы уже получила на свой дом. Подвели электричество на данный момент. Вопрос стоит о том, чтобы подвезти сюда водоснабжение и водоотведение. Этим занимается вплотную администрация нашего города. Здесь осталось лишь произвести косметический ремонт. По словам Марьям, она планирует со своей дочкой уже в мае поселиться в новый дом. Я работаю учителем. Я смогу больше отдаваться работе. Светлому, доброму. Учить своих детей, не отвлекаясь на тягости своей жизни. Искренне благодарю. Сейчас Марьям работает учительницей в Каспийской школе номер 3. По ее словам, изначально большую поддержку ей оказала директор образовательного учреждения. Приняла на работу, устроила ребенка в школу и рассказала другим о тяжелой ее доле. Мадина Тагаева говорит, она сразу поняла, что Марьям не только хороший профессионал, но и прекрасная душа и человек. Я сразу с первых же не сказала Марьям Юрьевна, в моем лице вы увидите не только друг, не только директора, но и друга. И у меня слезы на глазах, понимаете? Это как Заур Макендар Сулович, он как волшебник. Он построил для Марьям Юрьевны и для ее дочки такой, ну, отличный домик. Я даже шучу, Марьям Юрьевне говорю, я перехожу в этот дом тоже. На первом этаже буду жить я, а на второй этаже вы будете достраивать и будете жить с дочкой. Мы очень счастливы. Отметим, что Марья Менлинская в прошлом Виктория переехала в Россию еще задолго до военной спецоперации. Говорит, что тогда еще поняла политика властей, Украина рано или поздно приведет к трагедии. Сначала жила в Сочи, а потом переехала в Дагестан. Понравился менталитет и отношение людей к друг другу. По тематам Канапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. Проблема очередей в миграционной службе не существует. Это искусственно раздувается в социальных сетях, отметил руководитель управления в беседе с журналистами. Несколько дней наблюдалось большое количество потока людей за документами. И связано это было с длинными выходными. К тому же, кроме паломников, подающих заявление на загранпаспорта, в управление поступает большое количество обращений мигрантов для получения так называемых патентов на трудовую деятельность. Для этого есть у нас команда, вот они рядом со мной, профессиональные своего дела. Они, мы и целый МВД готовы решать любые проблемы. Чтобы люди уходили от нас, от миграционных служб, от других служб МВД, говорили вам спасибо. А мигранты потихоньку понимают, что лучше получить патент, чем быть наказан. Для решения поставленных задач в управлении есть как штат, так и возможности. Главное, чтобы люди проявляли терпение и понимание, заявил руководитель службы. Больше часа, которые собираются ехать в хадж, я бы пожелал им и просил бы все вышли, чтобы у них было терпение. То есть в собор, в собор. Но если мы едем в хадж, мы же должны ехать туда чистой душой. На ровном месте зачем создавать проблемы? Где-то базы не работают, где-то есть технические причины, которые не зависят от нас. Ровно 37 лет назад, 26 апреля, произошла крупнейшая ядерная авария в истории человечества. На четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв и пожар, разрушивший реактор. По разным оценкам, от 2 до 4 тысяч дагестанцев участвовали в ликвидации последствий аварии. Более 40% из них так и не дожили до наших дней. Кто-то погиб от осложнений сразу, кто-то спустя годы и десятилетия. Половина из выживших – инвалиды. В Махачкале традиционно в этот день около памятника чернобыльцам собираются ныне здравствующие участники тех событий, а также представители общественности и власти. Я хочу от имени исполняющего главы города Махачкалы, из Ван Казимовича, но не получилось по работе на правительственном совещании, хочу именно от себя лично выразить вам признательность, благодарность. Мы всегда будем готовы в тех вещах, в тех вопросах, которые мы осилим, помочь вам всегда. Всегда от нас вы получите руку помощи и поддержку, поэтому вам выражаем благодарность, признательность. И что самое главное – здоровье и долгие для жизни вам. И еще раз хочу пожелать нам всем, чтобы этот атом, который воистину величайшее открытие века, который был для мирных целей открыт, всегда выполнял такую мирную функцию, всегда обеспечивал нам мир и процветание, и созидание, чтобы не было больше таких катастроф. Двое дагестанских самбистов завоевали золотые медали на чемпионате Европы. Соревнования с участием около 500 спортсменов из 23 стран проходили в Израиле. Дома триумфаторов встречали родные и одноклубники, а также представители Минспорта. Тему продолжит Курбан Рагимов. Вот мы видим проход за ногу и удушающий захват. Пришел, увидел и победил. Эта золотая медаль чемпионата Европы – первый крупный успех в копилке Джамбулата Меджидова в боевом самбо. Он выходец из ММА и два раза выигрывал официальный чемпионат мира и теперь покоряет новую для себя дисциплину. Говорит, самым сложным этапом на пути к победе была подготовка. Тяжело весь оконку удалось, потому что это все и сборы, и все проходило. Романда месяц, приходилось день два раза тренироваться и держать пост. Чемпионат Европы в израильском городе Хайфа собрал около 500. Спортсменов из 23 стран. Российская дружина выступала там в нейтральном статусе под флагом Международной Федерации самбо. Всего команда завоевала 16 золотых наград. Свой вклад в успех сборной также внес и Шамиль Курамагомедов. Для 32-летнего самбиста это тоже первая медаль на крупном международном турнире. На самом деле по самбо я очень много раз выступал, и, как видите, я никак не мог отобраться на международные чемпионаты. В 2020 году я отобрался, из-за ковида отменили чемпионат. Конечно, это тяжелый труд. Но самое главное не сдаваться, и когда идешь до конца, и получается результат, собираешь плоды. Можно сказать, я только начал уже свой путь в бою самбо. Так что буду дальше радоваться болельщикам своим победами на международном чемпионате. Радость победы с чемпионами разделили их родственники и друзья. Спортсменов поздравили представители Минспорта и столичной школы имени Газимагомеда Ахмедова, где тренируются самбисты. Уже 2007 года в Дагестане самбо и чемпионы России, Европы, мира уже каждый год мы привозим. Никогда в жизни не было, чтобы самбист нарушал на международной арене, на российской арене. Вот поэтому Аллах нас поддерживает. Дай Аллах, чтобы мы на ближайшее время, вот этот наш международный олимпийский комитет, все-таки без дагестанцев, говорят, спорт не интересен там даже на международной арене. Пусть это примут правильное решение. Спорт может быть вне политики, я так думаю. Просведание нашего спорта. Я знаю, легких видов спорта не бывает. Это тяжелый адский труд. Я знаю, каждую медаль, которую Европа, Россия, каким трудом это заставляется. Тем более боевым саммам, потому что важно. Поэтому хочу всем пожелать, конечно, успехов. В планах у самбистов заслуженный отдых, а затем начнется подготовка к новым стартам. Победа на чемпионате Европы позволит спортсменам выступить на всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в октябре в Саудовской Аравии. Курбан Рагимов, Саид Шагидов, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!